Тверские военные летчики оказали помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Тяжелый транспортный самолет доставил на Апеннины технику и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. О том, как это было, в репортаже Марии Шаловановой. Военно-транспортный самолет Ил-76 стартовал с аэродрома Мигалова, пройдя над побережьем Турции, через север Греции и Македонию и прибыл в Италию. Нагрузка техники и экипажа прошла в Сочи, где на несколько часов была сделана остановка. Министерство обороны Российской Федерации направило в Италию группу специалистов в области эпидемиологии и вирусологии, которая насчитывает порядка 100 человек, имеющих большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекций, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора. Российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами. Отправка военнослужащих войск радиационной химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажется на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, в другой местности, в интересах целого государства. Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках радиационной химической и биологической защиты по исследованию биологического характера. Это 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной химической и биологической защиты. Первый самолет ВКС России с грузом, оборудованием и вирусологами приземлился на итальянской авиабазе «Практика Лимаре». Там его встретил начальник генерального штаба вооруженных сил Итальянской республики Энса Вичерелли. Он поблагодарил Россию за оказываемую помощь. Хочу благодарить вас от имени правительства Итальянской республики за то, что вы сегодня прилетели с своей помощью и за все то, что вы нам сегодня привезли. И мы всегда будем благодарны Российской Федерации за ту солидарность и дружбу, которую она проявила. И надеюсь, что вы как можно скорее сможете присоединиться к нашим медикам, которые находятся в некоторых областях Италии практически на передовой, и оказать им свою помощь и содействие. Сразу после разгрузки самолет вернулся в Россию. На память об этой командировке на правом борту транспортника осталась наклейка с надписями на английском и итальянском «Из России с любовью». По информации на сегодняшний день в Италии приземлился уже 14-й российский самолет Ил-76 с военными специалистами и необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом. Спасибо.